Какой отрасли? Позвольте поинтересоваться. Тут эксперты просто я сразу задаю этот вопрос. Я абсолютно ни в какой области не эксперт. Все, что касается интернета. О чем можно поговорить в интернете, я ни в чем не эксперт. Нет, мне вообще не про интернет, я так в целом. Все, что касается живого разговора, допустим, у меня нет ни в чем глубоких знаний. Так, поверхностно. А что, простите, вы занимаетесь? Я в физиотерапии, я массажист. Вы сами понимаете, в интернете об этом говорить смысла нет. О, это круто. Есть, вот со мной и есть. Смотрите, у меня к вам вопрос, как к физиотерапевту. Как вы относитесь к кинезиологии? Что вы это скажете? Ничего не могу сказать. Не буду говорить на эту тему, потому что очень надо индивидуально. Одному да, другому нет. Да, но она имеет место быть. Это действительно существующая, так скажем, правдка Карелии. Все имеет место быть. Все, все, абсолютно. То есть кинезиология, как бы, это не псевдо какая-то ерунда? Ну, понимаете... Я почему спрашиваю? По большому счету, что такое псевдо... Вот вы говорите, псевдо ерунда, да? Ну, как вам объяснить, блин? Ведь нету панацеи, да? Мы понимаем, что панацеи нет. Ну, вот что-то такое, что работает, сто процентов, да? Там вот все, какая-то там ледка, она тебе спасет жизнь, там, или, знаешь, еще что-то. Восстановит твое, там, жизнедеятельность. Конечно же, нет. Поэтому к каждому индивидуальный... Понимаешь, к этому, допустим, там, массаж, к этому, там, ЛФК, к этому, кинезиологии... Ну, так пофиг, понимаешь, ты... Вот ты пирование сейчас, знаешь, так развивается здорово. Тоже поначалу, знаешь, на него так скептически относились, а сейчас уже по... ну, доказал, что вроде как эффективно. А чуть-чуть мы поживем дальше. Кто-то обязательно докажет, что это неэффективно, понимаешь? Вот так же, как с банками. Помнишь, был момент, когда работали с банками все поголовно? Я вот помню еще, я маленькая была, мне первым делом там банки, 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 да? Потом нашлись специалисты, которые доказали бесполезность, а даже и вредность, да? Потом через какое-то время опять доказывается полезность, понимаешь? Ну, то есть, я не могу ничего опровергать, ничего. Ну, все смотреть индивидуально. Подход индивидуальный каждый. Не, ну, просто я к тому, что вот... Я почему-то спросил, у меня была там история, ситуация была, защемила там крепко меня, причем-то на ровном месте так произошло. И я походил, значит, к массажистам, мануальщикам, ходил к одним, ко вторым, к третьим. Вот. И, ну, как бы после сеанса вроде легче, но ничего не помогает. И вот медали специалиста одного, я приехал к нему, он меня положил. И там, значит, тестирование такое. Я вытягиваю руку, он продавливает ее, говорит там, сопротивляйся этому, тому, тому, тому. В общем, и в итоге он говорит, вот он 15 минут диагностировал, он говорит, на самом деле у тебя это защемление произошло, потому что у тебя не защемило что-то, а у тебя там сместился какой-то орган внутренний. И вот эта вот компенсация происходит за то, что орган сместился, как-то вот такая какая-то история. Я тоже точно так же, как вы, посмотрел. Меня это удивило. Я говорю, ну и что делать? Он говорит, сейчас все сделаем. Ловить орган, орган ловить. Он кладет меня на стол. Нет, давайте так. Вам помогло? Вам помогло? Я просто не очень хочу подробностей. Значит, отлично. Все, супер. Вот, ну как бы, понимаете, оно могло так. Или это действительно там отработано, отработана была какая-то программа. Или до того. Вот смотрите, ведь все, что мы делаем, массажи, там, не знаю, мануалка, любая мануалка, это все имеет тоже накопительные свойства. Понимаете, оно не помогает в раз. То есть там, почему говорят, что надо определенное количество сеансов, там, от и до, там, с повторами, да, с какими-то этими самыми. Это может быть, знаете, как случилось, то, что вы вот поделали, поделали там какие-то массажи или что, вы пришли к кинезиотерапию, ну, на эту терапию, да, и оно в раз и догнало, тот массаж догнал, понимаете? То есть и такое может быть, эффект, как говорится, пролонгированный. А может быть, действительно вот это вам помогло. Не важно, главное, что помогло. А может быть, оно само пришло вот в этот момент, понимаете? И такое, что же. Да, да, совершенно верно, согласен. Бывает такое. Может быть, никто не знает. Ну, здорово, блин. Это на самом деле такая штука. Но я вам скажу, честно, я хотел, были у меня мысли пойти чисто для себя научиться, хотя бы там каким-то азам, чтобы хотя бы работать с... Отлично, отлично. Только, я вас только поддерживаю в этом деле. Единственное, что никогда не беритесь за больных людей. То есть за здоровых, да. Ну, там профилактика какая-то, да, спортивные, там, спортсменов, там, еще что-то. Ну, и то, со спортсменами тоже там, конечно. Там у каждого спортсмена, как правило, там такая история. Ни одного здорового спортсмена я не видела в своей жизни, хотя работала с ними очень долго. Но это не важно. Главное, не это самое. Не беритесь за больных, а так, чтобы самому себе размять, это очень хорошо. Особенно, начинайте вообще, знаете, с чего? С самомассаж. Вот есть... Чего-чего? Самомассаж начинать. Самомассаж. На себе, да, на себе. Вот, там, все, что можете достать, все, что... Есть техника самомассажа, прекрасные техники есть. Вот, начинайте самомассаж. И когда вы освоите уже самомассаж, потом вам уже легче будет кому-то, да, делать. Потому что вы знаете, что вы будете делать. Вы на себе должны это почувствовать. Если человек не... Скажем так, если он не медик, да, если он не понимает, как работает весь организм, то он должен хотя бы понимать, как работает массаж. Ну, вот, понимаете, да, то есть на себе испытать, вот, все вот эти вот истории. Ну, а так вообще, почему нет? Скажите, а вы очень любите по этому поводу, вот этой штукой не пользуетесь. Я подумал о себе купить, и не могу никак кричиться, честно, потому что хорошее стоит дорого, а дешевое не смысл. Вот этот вот ган, который, вот, знаете, прикладываешь такой, как он, как дрель, и у него получается вот эта штучка с шариком здесь, и ты, типа, промассируешь себе какие-то участки. Я забыл, как он называется, господи. Нет, я не рекомендую вам никаких массажеров покупать, потому что все, что вы будете вот это делать, вы лучше займитесь обыкновенной гимнастикой. Йога хорошо, шуму, неважно. Ну, то, что на растяжку, да, ну, на растяжку мышцы. Потому что наша основная проблема, что зажим. Мы сидим, да, сидя, мышцы какой-то такой вот, ты самый, в зажиме, да, и что нужно обязательно их растягивать. Поэтому лучше сделать зарядку, чем вот у себя долбить чем-то там непонятным. Я даже не знаю, о чем вы говорите. Ну, сейчас это, блин, все пользуются этой штукой. Но это локально, на самом деле, такая вещь. То есть это, получается, да, пистолет такой, то есть дрель крутится вот так, да, а у него как отбойный молоток с быстрой... То есть это мышцы там прочитаны. Это массажер, который направлен на вибрацию. То есть это вибрация, вибрация мышц. Точечно, да, да, да. И не всегда, понимаете, вибрация не всегда полезна. В 90, даже в 80 процентах, да, она полезна, а 20 процентов она категорически запрещена. Понимаете, поэтому лучше не рисковать. Вот мне, например, вибрационные вот эти вот все массажеры, я бы их вообще запретила. Потому что человек сам себе может, знаешь, как застав дурного бога молиться, понимаешь, он может себе и камень сорвать, и все что угодно. Ну, то есть, мало ли, там сидит у него камешек и сидит, а он как начнет дрелью вот этой вот, знаешь, себя, как говорится... В каком-то неподходящем месте. Согласен, что в этом нет. Лучше этого не делать. Скажите, а вы... Если уже хотите какой-то такой массажер, да, то есть вот такие вот, блин, как даже... Я даже не знаю, что вам посоветовать, если честно, из таких вот массажеров, которые сейчас продают. Что-то такое, может быть, которое... Но не дрожит. Вот что-то есть такое мнет, вот знаете, вот... Есть такие вот шарики, да, они вот так... Какие-то ролики могут. Их можно, да, именно мышцу, на мышцу, да, но не... Потому что вибрация, она передается внутрь, оно и орган начинает вибрировать, и мозг, и все что угодно, понимаешь. Вот эта вибрация, она нафиг не нужна. На самом деле, это не наше ненормальное состояние организма, это антифизиологическая штука, да, вот эта вот... Вот эта вибрация, понимаешь. Там можно и до тренера вибрироваться. Поэтому лучше, лучше что-то вот такое, что было. Скажите, а вот тоже интересный такой вопрос. И тоже интересный такой вопрос. Я вот видел, часто попадалось в интернете, как вы к этому относитесь. Знаете, берут маленьких деток, и массаж, не просто массаж делают, а их начинают как-то крутить там за ноги, вот это вот, знаете, вот прям вот даже вращают там как-то вот. Блин, вы меня заставляете, вы меня уже второй раз заставляете критиковать коллег. Я не хочу этого делать. Нет, почему не критиковать? Я к этому не отношусь. Я этим не занимаюсь. Скажем так, я лично этим не занимаюсь. Своего ребенка я бы точно так тоже не отдала. Ну, то есть не делала бы. Я бы тоже. А остальные бы занимаются, чем хотят. Единственное, что я могу сказать... Я вижу, что это бакханалия такая. Нет, нет, это единственное, что я могу сказать, что вот, допустим, маленького ребенка, совсем крошечного, ну, ему сложно что-либо сломать. Вывихнуть, да, легко, а сломать сложно. Поэтому, ну, в принципе, как бы запрещать прям так вот я бы не стала, понимаешь, категорически, то есть наказывают, да, за такие вещи. Но поучить уму-разуму я бы поучила. Пусть они мне сначала объяснят, для чего они это делают. Понимаешь, они не могут объяснить. Логически, они не могут это обосновать, зачем они это делают. Понимаешь, самое главное, любой прием, который ты проводишь путем мануальных каких-то практик на теле, ты должен объяснить, для чего. Понимаешь, если ты не можешь объяснить, для чего ты это делаешь, то лучше этим не заниматься. Ну да, согласен, поддерживаю. Это логически правильно, наверное, да. Но я вам скажу, знаете, что, скорее всего, беда от того, что эти виды деятельности, как, кстати, и о спорте, если мы поговорим, они просто не регулируются никак. В принципе, я могу сейчас пойти, условно говоря, на любые курсы, да, закончить трехдневные курсы, получу какую-то бумажку, начну практиковать, и моей регуляцией, моей деятельностью никто не занимается. Я могу вообще начать такую вакханалью творить, да, и в спорте то же самое. Я сталкивалась с этим очень много раз. Причем ко мне даже приходили люди, особенно когда был пик тайского массажа, когда только начинались, да, вот эти тайские, как бы, дела. Ты знаешь, сколько людей приходилось с защемлениями, с невралгиями, и все. Ну, что, ну, блин, ну как. Действительно, это действительно невозможно. Здесь единственное, чем можно с этим бороться, да, это, ну, объяснять людям какую-то профилактику какую-то. И плюс, конечно, наказывать, если человек позиционирует себя, там, лекарем каким-то. Понимаешь, что он лечит. Понимаешь, тут вот можно, да, тут можно, конечно. То есть, если он берет за больных людей. Если, как бы, здоровый человек идет на какие-то, да, там, манипуляции с собой, это, как бы, его личное дело. Но когда ты больному человеку даешь, как говорится, надежду, и вместо этого ты его, как бы, еще больше калечишь, да, то, конечно, и он теряет премия. Но здесь невозможно, понимаешь, это все равно, что с какими-то знахарями, там, гадалками бороться. Ну, это вот очень тяжело, понимаешь. Это просто надо, как бы, проводить разъяснительную работу среди населения. Чтобы без лицензии, что, понимаешь, массажист должен получить лицензию. Однозначно, а лицензию он без медицинского образования не получит, да, и вот только идти к лицензированным специалистам, у которых есть не корочка, которые, ты можешь прийти ко мне, я тебя обучу, дам тебе корочку, ты, что ты, там, прошел у меня, там, трехмесячные курсы, там, что ты можешь, там, что-то, там, в какой-то бане работать, веником махать, да, или разминать, там, что-то, какую-то мышцу в бане, да. Я тоже преподавала на таких курсах, думаешь, я не преподавала, мне деньги не нужны, что ли, тоже нужны, я тоже понимала, кто от меня выходит, понимаешь, понимала, кого я выпускаю, и строго-настрого просто их предупреждала. Ребята, не лезьте к больным людям, не пытайтесь, да, там, в бани, там, вот это все, да, это вот на уровне такого, такого профилактики какой-то, растирки какой-то, там, но не пытайтесь лечить никого, то есть. Так что это вот такое дело. Скажите, а как относитесь к доске, если как, доска Эвминова, слышали? Ты имеешь в виду вот эти вот пупырышки, типа Елизарова или что? Ну, да, как, типа, шипики вот эти вот иголочки. Да, ну, это да, это давно уже есть, я неплохо отношусь к ним. Тоже целесообразность есть некая, да? Ну, можно, да, а ну, понимаешь, как, прилив крови к больному месту, а вот эти шипики, они, как бы, знаешь, из-за того, что раздражаешь вот нервное, как говорится, отречание, туда вот кровь приливает и вот это вот. И как плюс, так и минус, не всегда к органу, который воспален, нужно прям прилив крови, понимаешь, не всегда это. Надо, иногда, надо наоборот охлаждать его, знаешь, а не как бы согревать. То есть, тоже очень, ну, индивидуально, конечно, но как вариант, да, почему не. Так, а что, я, кстати, по банкам действительно не в курсе, а что действительно, ну, я помню, что мне тоже действительно там какая-то сейчас появилась такая история, что типа это, типа, вредно? Нет, наоборот, это раньше было. Я что начинала еще, у меня уже 30 лет работала. Я когда начинала работать, банки были, мы работали банками, да, банки входили в это самое, там даже, как бы, оно входило в обязательную программу физиотерапии, знаешь, ну, вот так вот. Потом их исключили, поскольку там были какие-то сомнения, да, то есть мы вышли от банок и одно время прям не рекомендовали. То есть в медицинских учреждениях их не рекомендовали, ну, практически запретили. То есть мы не перестали работать с ними. А потом вот сейчас они опять, как говорится, вылезают, да, и сейчас тоже в медицинских учреждениях, в принципе, банками не рекомендуют работать, но уже, как бы, вот такое резкое отрицание ушло, да, то есть там есть уже много очень научных работ, которые, ну, то есть доказано, ну, естественно, это путем, как говорится, на какие-то там институты где-то, знаешь, там есть тоже институты, которые занимаются терапией. Вот в Лесдов-то была неплохая кафедра массажа, знаешь, там прям, ну, серьезно подходили к этому, ну, что-то, не, докторские защищали по этим делам. Вот, и я видела несколько публикаций, которые доказывают их целесообразность. Вот я тогда их вернула в свой рабочий, как говорится, инструмент, да, вот банки у меня сейчас тоже, как бы, я ними работаю. Сейчас очень сильно, знаете, что пошло? Это не просто банки, там как-то даже набрезают вот это место сначала, а потом ставят банку эту, и оно как, типа, кровепускание некое какое-то. Кровепусканием, слушайте. Кровепусканием занимался еще Авицен, да, до нашей эры. То есть, как бы, есть в этом целесообразность. Но, опять же, это такая история, это же такая история, там, получается... Это должны, этим должны заниматься, вот, если там скровеписканием что-то, да, или что-то там, пьявки, или еще что-то. Ну, это те же пьявки, да, только чуть другая. Вот, то лучше, конечно... Ну, герудин не попадает. Это лучше идти, вот, в специальное медицинское учреждение. А я знаю, что вряд ли медицинское учреждение дадут лицензию на такую хрень. Понимаешь, вот почему-то, мне кажется, не дадут. А заниматься это где-то в пустарном, ну, уж понимаешь, что такое кровь. Ну, это пипец. Ну, блин, ну, ты рискорист такой сумасшедший. Ну, конечно. Конечно, конечно, конечно. Конечно, понятно. Ну, а так, поднимаем... Кто хочет рисковать, пожалуйста, как говорится, это его тело, его здоровье. Его дело. Его тело, его дело. Да. А так, чем вне работы? Какие-то интересы есть, увлечения? Ты как-то особо, знаешь, не очень. Там рукоделия, там уже, знаете, там... Женщины любят. Ну, вязать умею. Целыми днями. Я, знаете, чем занимаюсь? Я на Ютубе открыла свой блог. Открыла свой блог. И занимаюсь там всякими записями в чат-бюлетке. Такие разговоры. Вот я даже сейчас нас записываю. И выкладываю на свой канал. Давайте запишем какую-то тему, обсудим. Пусть будет интересно. Ну, вот мы уже обсудили с вами как бы тему, да, вы были инициатором. Я обычно, я первый раз, наверное, эту тему вообще говорю, да, потому что я как бы, ну, я не люблю вот этих телевизионных докторов, да. Я вот категорически очень тоже отрицательно к ним отношусь. Если только это не какая-то практика, да, вот есть доктора, которые занимаются хорошим делом, да, которые просто рассказывают, как бы, ну, как зарядки делать, как там вот какие-то вещи, знаешь, вот не лечат по телевизору. Вот только и к этому я нормально отношусь, потому что, знаете, что самое основное сейчас, люди, вот если у них есть какая-то проблема, знаешь, они думают, что их надо решать максимально сложно. Особенно проблема там с болью в спине, там с какими-то, да, вот этими вот вариантами. Я даже сейчас специально не буду никакие медицинские термины употреблять, я их не употребляю специально для того, чтобы, ну, как бы, человек не ставили себе диагнозы ни в коем случае, знаешь, самостоятельно этого делать не нужно. А вот, так вот, что это самое, вот если, допустим, у тебя чувствуешь какой-то дискомфорт там в спине, да, или там в ногах, или еще где-нибудь, то обязательно надо бежать на какие-то очень сложнейшие процедуры, на какие-то, знаешь, там, о-хо-хо, новомодные фигни, совершенно забывая о том, что обычная утренняя гимнастика решает 99% проблем, которые у тебя есть. Обычная утренняя гимнастика, вот которая, вот утром встал, размялся, да, вот то, что мы делали в школе, помнишь, вот, казалось бы, самые простые движения, самые простые упражнения, и они работают, понимаешь, и они реально работают, то есть в течение дня, там, особенно вот если ты много сидишь за компьютером, за столом, да, встать, размяться, да, пройтись, то есть вот эта вот гиподинамия, да, ну, как бы, обездвиженность, обездвиженность, да, нашего тела, она играет очень плохую роль с нами, вот, и вместо того, чтобы чуть-чуть, как бы, увеличить просто активность, да, своих мышц, своего тела, просто немножко, я не говорю, все бросать и бежать, тягать железные гантели в спортзале, боже упаси, это еще хуже сделать, то есть просто обычная гимнастика, и чуть-чуть больше пройти пешком, чем вы делаете это обычно, да, ну, то есть, как бы, вот, вот, и это решает ваши, это решает ваши проблемы, самые простые средства, самые простые методы, а эти люди тоже, знаешь, вот не понимают, он бежит, чтоб ему надрезали, банку поставили, чтоб из него высосали кровь, и он такой, я прошел такую офигенскую процедуру, меня резали, ты же понимаешь, а надо-то всего лишь просто встать и потянуться, как говорится, да, ну, то есть, вот, растянуться, вот, и есть такое понятие, как продышаться тоже, знаешь, вот, то есть выйти, походить по, ну, активности, то есть, ну, вот этого, чтобы вдох чуть-чуть, да, у это самое, чтобы дыхание чуть-чуть, это самое, то есть уже, уже тоже большой плюс, вот, 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 вот с этого надо начинать, вот это люди об этом забывают, и вот, когда есть, я вижу какие-то доктора по телевизору, да, начинают именно вот это пропагандировать, я только за, вот, поэтому, как бы, я, я на эту тему не очень люблю говорить, но сейчас, раз уже мы с тобой пошли, такой разговор-то уже я сказала свое мнение. А с чем, с чем в основном, вот, вы говорите, спортсмены обращаются, самая частая проблема какая? И какие это спортсмены, обычно, какие дисциплины? Зажим, 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 мышечный зажим, перетренированность, ну, там, понимаешь, там другая история, вот, то, что, то, что мы, вот, нормальные люди, обычные люди, да, мы живем, как бы, в каком-то таком режиме, то спортсмены живут в режиме, через не могу, они живут в режиме на грани, они живут в режиме антифизиологичном, то есть для мышц, вот, и наше тело, да, оно приспособлено к какому-то определенной, какой-то определенной активности, то есть вот эта определенная активность мы должны, вот, в нормальном режиме, да, но когда эта активность идет, как бы, гипер, да, больше, чем надо, то, конечно, тело начинает реагировать уже, там, ну, по-разному, да, и вот, вот, со спортсменами всегда, всегда есть какая-то проблема, всегда, вот, любой спортсмен, он приходит, ложится, и я начинаю, я начинаю понимать, что там, 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 тут, Тут надо исправлять, тут надо тянуть Тут надо разминать, тут надо Как-то его приводить Ну там в основном мышцы, конечно Ну а ещё не только мышцы Я только о мышцах, почему? Потому что я никогда не лезу В внутренние органы, это не моя, как говорится, парафия Это история врачей Но тоже они страдают, естественно Потому что мы очень сильно, серьёзно Недооцениваем, какой большой орган Нашего организма, как мышцы А это самый большой, это орган, ну считай Самый большой, он самый важный Он самый, как бы, наш Не все. Некоторые недооценивают. А некоторые переоценивают. Которые начинают заниматься бодибилками, раскачиваются вот то, вот то. Это тоже, знаешь, еще вторая грань дебилизма. Одна грань дебилизма сидеть, ничего не делать, не двигаться, другая грань дебилизма целыми днями, знаешь, что-то таскать железяки. Ну вот я про это и говорю. И извини, что я сказал дебилизма, но я имел в виду ненормальность. Ну то есть... Во всем нужно дозировать определенную. Я с вами согласен. Нужно дозировать. А спортсмен еще самое важное для спортсмена, который занимается, ну хочет он нарастить мышцу, ну ладно, что же с тобой, как говорится, ты перетренироваешься. Забывают очень часто нагрузил, растянул. Да, вот золотое правило. Нагрузил мышцу, растянул. Нагрузил мышцу, растянул. Понимаешь? Про растяжку забывают. И вот тогда начинается проблема. Вот так что мы в общем поговорим с вами. Спасибо, кстати, за вопрос. Очень было приятно послушать. Спасибо. Да, Иваш, спасибо за вопрос. Я стараюсь не говорить на эти темы, но раз сегодня с вами прям разговаривать. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Да, удачи вам. Я и правда не очень люблю говорить на эти темы. Ну что ж, сегодня так как-то пошло. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok